В инстаграм страницы Blacklist один из пользователей поделился видео, где двое подростков просто бегали на крыше одного из домов многоэтажки. Пользователь возмутился, кто же отвечает за открытые чердаки, ведь дети могли упасть оттуда, а последствия могли быть плачевными. Например, с сотрудниками Октябрьского РОВД каждые 3 и 6 месяцев проводятся профилактические работы с домкомами многоэтажных домов, дабы не допустить чрезвычайной ситуации. Каждые 6 месяцев мы проводим профилактические беседы домком, которые несовершеннолетние выходят без разрешения в крышу и всякие там, для безопасности проводим беседу с родителями и домком. Каждые 3 месяца проводим профилактические беседы. По словам председателя ТСЖ, в многоэтажном доме номер 26, который находится в третьем микрорайоне, выход на крышу всегда закрыт, ключ имеется только у нее. И они тщательно следят за доступом на чердак. Отметим, в третьем микрорайоне проживают 3,5 тысячи человек. Ну, раньше интернет у нас был, их оборудование здесь на чердаке. Сейчас я попросила их всех спустить в подвал, и все их оборудование теперь практически сюда никто не поднимается. Вот сейчас лето было, делали крышу только рабочие, специалисты, которые знают, как на крыше себя вести. А так, просто так, мне никто не зайдет сюда. Также со стороны инспекторов по делам детей проводятся разъяснительные беседы среди школьников. Они дают информацию детям, как себя вести на дорогах, в общественном месте, в том числе и о том, что на крыше домов выходить строго запрещается. Я курирую школу номер 26. На настоящий момент мы всегда по детям проводим мероприятия профилактического характера, проводим лекции именно по нашей деятельности. Также, конечно же, зачастую участились, недавно был случай, что на крыше дети лазят. А насчет этого тоже мы обязательно, конечно, проводим профилактические мероприятия, чтобы они не лазили по крышам, что это очень опасно. Самое главное, безопасность родителям тоже проводим обязательно, когда проводят у нас родительские собрания. Мы обязательно говорим, чтобы они закрывали, проверяли все, где они живут, в домах. Стоит добавить, что рассказывать о безопасности детям – это задача не только сотрудников милиции или школ, но и каждого родителя. Взрослые не должны забывать, что за жизнь своего ребенка отвечают они сами.